и снова всем привет делаем шейно-воротниковую зону переходим к сету номер четыре это власяная часть и уши да и точки вот мы завершили с натяжкой да теперь леопард опускает когти им они встают автоматически на аккумуляторной точке и там где крепится мышцы мы как будет между отцу их прожимаем по очереди проверяйте самым где более болезненное место да там там можем уделить отдельное внимание пока вот у него все нормально как на рояле играем и теперь заходим в большое затылочное отверстие базового и вот до вот этого уголка там есть три точки смотрите это прямо вот сюда попадаю да и 1 2 3 вот до сюда доходим уголок точки конфуция они называются но я называю орел своим коксом отрывая череп и уносить его в небеса вот то есть прямо с натяжкой на себя до тянем и глубоко достаточно сильно продавливаем с вибрацией переходим на волосы не через голову погладили это спокойненько вот тут находятся мышцы тут мышц мало на самом деле вот здесь вот и височные здесь размере их можно даже если человек достаточно коротко стрижен да то вот прямо костярками пальцев и уходим вот туда в сторону сердца и в сторону лимфослива к ключицам если волос побольше да то может захватать потрясти оттягивая скальп но здесь не получится зато здесь получше такие приемы делаем вот так пальчики да и получается мы рисуем грядки вот защипляем кожу несколько проходов получается вдоль черепа один мужчина ходит он просит массаж ему голову делать минут десять прямо потом вот берем такую сказочку да и гоним вот волну сверху от макушки то есть вниз увидите уже здорово покраснение пошло гиперемия для нас это хороший сигнал вот сколько получится проходов легкие такие массажные движения и стягиваем кожу как можно шире со всей головы возле родничка вот тут нас натянули и ждем секунд 40 примерно но это быстрее будет делать отпускаем и в обратную сторону растягиваем вот человек поймал кайфушечку небольшую да ты помнишь сейчас я по-быстрому это сделал вот куда уходим оттуда возвращаемся прижимаем точки за ухом где она крепится доходим до места крепления вот здесь продавили вот тут вот в ямочку не попадаем там лимфа уже находится и нельзя прижимать а именно упакать по кости идем далее три точки находятся здесь на козелок ухо где заканчивается да вот тут крепится челюсть низкие достаточно болезненные прямо рядышком раз-два-три где вот такой квадратик у виска тоже находятся точки вертикально идут раз-два-три ну естественно делаем одновременно раз-два-три или нарисовать их потом размяли висок и уводим все лимфа вот туда лимфопотоки идут за ухом вот так вот сюда по грудинно-ключично-сосцевидной мышцы по этой они пускаются к ключице и уходят внутрь нашего организма и по щекам они уходят тоже вот сюда вот поэтому мы все наши движения делаем вот в ту сторону с такой вибрацией вибрации туда если заметили он мы получать двигаемся волнами сюда прошли обратно не идем с пустой рукой да а что-то делаем например пожили точки если отсюда надо вернуться туда то что-то делаем обязательно например с вибрации уходим до оказались возле уха растираем ухо разминаем его до покраснения ну по-всякому так промяли сложили конвертиком закрутили в шаурму там всякому захватили за верхняя и потянули вверх вниз и в стороны вот и теперь я вам уже говорил неоднократно да что почему надо голову и уши проминать потому что человек по закону голографической реальности вселенной многократно отражается сам в себе то есть у него идут акупунктурные точки здесь выходы нервов идет да можете посмотреть вот и корешки эти до питающие внутренние органы ну и также они идут и на крестце и также идут и здесь и на черепе тоже получается вот это важные точки они отведут так вот так вот и позвоночки заканчиваются продолжается пунктурно вот так вот так вот так до лба то есть это центральная линия головы если разделить то примерно два сантиметра к ним отступить сюда в разные стороны и по два сантиметра друг от друга эти точки находятся на ухе находится тоже позвоночник это перевернутый зародыш вверх ногами человека то есть это голова у него вот так хребет пошел сюда вот крестец и вот туда копчик уходит здесь соответственно половые органы здесь внутренние органы соответствующие проекции позвоночника да вот этим нервным корешкам про которые он говорил да получается что вот тут вот челюсть здесь глаз здесь ухо а вот у меня была одна девушка у нее болела сустав ппс получается с правой стороны да и я там несколько сеансов породил ее до конца не отпускает тогда я что сделал тут все по диагонали работает то есть там правая сторона здесь левое ухо до нашел примерное место вот этого сустава поставил прищепку реальную бульдевую прищепку и пока я занимался массажем там спины и шеи ракту прищепка работала где-то там минут 15-20 до отщепляю потом проверяю ну снял проверяю бац и нету боли вот он как работа такой пунктура а вы сомневались вы не верили значит теперь проходим эти точки все прищепляем пальцами ну не обязательно знать где там глаз где челюсть да это я так условно говорю или можете схема посмотреть просто по внешнему ободку все прищепили она по внутреннему ободку все прищепили там достаточно сильно растерли в двух положениях вот так и вот так вот если лимфу он туда нам по уху по затылку и по щеке с этой стороны до снили лимфу вот туда все сливаем лимфу саму сам череп вот эту затылочную кость вот тут делится на левую правую кость здесь вот они видишь о ходит и вот шов идет и тут еще вот есть еще одна кость но нам тут больше жестче закреплена так что получается почти одна кость до сосцевидного отростка до этого доходит поэтому после черепа говорят не шевелится на самом деле не чуть-чуть шевелится вот мы как бы закрепляем эти кости без затылочной кости да за сосцевидный отросток и скручиваем их по спирали вот так вот с друг друга тянем тянем не кожу а именно кости ну примерно минутку и туда теперь берем за соседной отростки эти и раскрываем как бы снизу череп вот так вот раскрываем можно приговаривать еще человеку что кровь в мозг вот и теперь наоборот вот эти точки просто прижимаем которые он говорит да начинает сюда достаточно сильно и за соседной отростки прижимал вот сюда раскрываем теперь со стороны родничка вот сами точки искать не надо у вас пальчики кого случайно сами будут попадать во всякие там выемки какие-то в черепе да и как бы автоматически попадаете в эти акупунктурные точки доходим до шеи опять проработали вот эти точки есть то есть это были акупунктурные точки а есть триггерные точки триггерные точки у них по другому давится вот по центру от оси позвоночника да прям посередине спины ой отрезка шеи надавливаем вертикально вниз с вдох мы говорим человеку чтобы он вдохнул вдох задержал дыхание и мы усилили давление давим с постоянным напряжением даем даем секунд примерно 10 20 лучше 40 если там болит то 40 секунд выдох и резко отпускаем таким образом мы создаем эффект еще шланга когда знаете на шланг наступили вода шла-шла-шла шланг раздулся выбрали ногу и и провела пробку то есть что такое ты спазм это вот мышцы он не все примерно волоконнообразная верьте на банк образная да и где-то там не усилить сгусток крови где-то нас сжалось да таким образом формируем эффект шланга который пробивает эту пробку теперь вот вот точки перпендикулярно в тело ходим там такая плавающая жилка будет она достаточно болезненно вот мне при нажимаем вдох заряжали дыхание и даем 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 выдох я покороче буду писать середина трапеции вот этого отрезка да это сбывает надо у них тут где прям такой шарик столько спазм что там такой шарик там внутри вдох до болезненно только надо через свое сознание отпускает ума что расставляю вот выдыхаем тонко и я что ухожу точки вот эти он говорил уже до которые между ключицей и аккорбинальным отростком только чуть сантиметр отступить вот так еще болезненно но очень хорошая точка которая освобождает нам вес плечевой пояс расслабляет вот под этой мышцей если залезть сюда вот день пересекаются и вот прямо сюда надавить первое ребро болезненно я знаю очень больно терпи 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 выдыхая расслабляйся полностью отпускаешь хорошо я прям чувствую как у нас это же не там спала было больно сюда сейчас тоже улетел улетел да иногда бывает так что у самого там что-то там все заболеть на находится точку то прям вот шейную мышцу и трапеция вот тогда вот вот между ними надо попасть туда в первую игру прямо сами себе нажимаете и отпуская можно почувствовать как прям ток такой тепло такое по руке пошло вот следующие точки но уголок лопатки сейчас не буду нажимать до середины лопатки с этой стороны то есть это с этой стороны это с этой стороны вот тут уголок лопатки которые даем на себя теперь даем эти точки теперь точки где вот трапеция задняя ой дельта задняя заканчивается и круглая мышца начинается от между ними прям уголок лопатки тоже болезненно такой вдох выдох большая круглая мышца пропустили малая круглая мышца между ними вот тут тоже . вдох выдох ну естественно работаем с точками тут много можно просто на ощупь даже прощупать где спазм какой-то есть с точками мы работаем естественно для всех да и не все . нужно нажиматься только в проблемной зоне да ну например вот тут вот леватор скапывал сможешься крепится к лопатке она болезненного да то тогда вот только эту точку вот находим и вот и прожимаем болезненно да бывает болезненно три точки рядом чуть сантиметра стороны и чуть сантиметра сторону вот сюда то есть мы еще их ищем да где самовольное место там и прожимаем для прожимания но это отдельная тема не совсем-то массаж используя возможно палочки которые я могут оставлять выбираем может держим от 40 секунд до трех минут представляете с секретным наговором от олега аллаха кудлина это наговор практически как самый гипноз действует на человека и до трех минут проговаривается и после этого все убирается потом я напишу на доске наговор так ну и вот мы заканчиваем наш сет номер 4 получается да тем что вот вернулись сюда и продолжаем наше движение в затылочные кости уперлись тенором ладони и у нас сейчас такая скоба растягиваем шею мягкие мышцы но самое главное дойти до костей в кости перст его потянули раз чувствуете тянется перевернули руки и вот так вот теперь именно в кости виду движутся кости друг по другу это цель если шея слишком длинного человека сантиметров 20 и так у вас не получится да тогда вот так вот опираетесь вот и теперь уже вот большими пальчиками уводим кровь вниз если мы делали массаж только шейно-вертняковой зоны то мы значит закончили этим сетом а если делать массаж всей спины то пока мы работаем с головой да тут уже все остыло поэтому надо вернуться этом посвящен свет номер пять и там еще будет некоторые техники локтевые для декомпрессии ну а на следующем сайте с вами был олег алабудвин значит то а и и Продолжение следует...